Калдман разглядывал молодого человека едва ли не с родственной гордостью. Вот ведь этому никогда не нужны часы на руке. Как это называется? Встроенное время? Чувство времени, тикающее в организме даже во сне? Он и навстречу явился, минута в минуту. С годами можно, конечно, в себе вышкалить, но ведь у этого оно врожденное. Одно из его врожденных чудес, черт бы побрал его рыжую мамашу. Ему идет дорогая одежда, думал Калдман, и он научился ее носить. Он всему быстро учится, все в тон, благородный песочный оттенок, никакого модного китча, вроде набивных пальм на сорочке, никаких золотых опознавательных штампов, все прекрасно подобрано, вплоть до светло-коричневых макосин из тонкой кожи, вплоть до тонких носков в цвет костюму, незаметность превыше всего. Хотя, к сожалению, именно он слишком заметен сам по себе. И с каких это пор рукава пиджака из тонкого льна мужики стали подергивать до локтей точно парикмахер перед мытьем головы клиенту? Да, несмотря на небольшой рост, его отовсюду видно за полмили, и не только из четвертого ряда портера. Его страсть к преображениям и перевоплощениям, что ж, и у той сценические истоки, как и сам его голос, наводит любого знакомца и незнакомца на неверные мысли о его сексуальных предпочтениях. Но и это неплохо. Это опрокидывает все стереотипы о наших методах работы и, в конце концов, уводит от подозрений. Но кто с ним станет связываться с таким заметным? И главное, как я был прав много лет назад, убедив Гидалью, что нашему кеннерю Руси просто необходимо поучиться и пожить в России. А теперь разве не чудесна строчка в его досье «Выпускник Московской консерватории по классу вокала»? Разве не открывает его экзотический голос двери любых посольств, штаб-квартир, закрытых клубов и неприметных вилл, где происходят встречи, судьбоносные для целых регионов?